Значит, по первому варианту, который есть, по первой позиции, да? А вам не кажется, что мы сами себя немножечко ограничиваем вот во всем этом, в стискивании зубов, в терпении, там, в вере в победу, когда мы не называем вещи своими именами? Давайте мы действительно признаем, что у нас идет война, мы ведем войну, отчасти гражданскую, как говорит президент, уберем вот эти вот термины, специальные операции, подождите, Александр Ильич, которые, как мне кажется, нас в чем-то ограничивают, и юридически, и морально. Давайте мы тогда сами, да, ребят, у нас война, и многое станет более ясно. Совершенно с вами согласен, и не только это. Давайте мы начнем говорить, когда терпим поражение, что это поражение, не делать вид, что это победа, что это такой хитрый ход и прочее. Чем мы занимались, когда выводили войска из-под Харькова, и чем некоторые сейчас пытаются преподнести оставление российской территории? Правду говорить надо. Я повторяю, другое. Ни в коем случае нельзя начинать разгонять истерику, и все пропало. Потому что желающих разогнать более чем достаточно. Вот тут поминали эти телеграм-каналы, я вот такую позицию свою изложил в своем телеграм-канале. От меня сразу куча отписалась. Да ладно. Игорь Сергеевич, я вам могу даже объяснить, почему. Потому что так хорошо и легко сказать «все продано, все предано». Не поэтому. У нас многие люди относятся к наблюдению за специальной военной операцией, как будто они футбольный матч смотрят. Вот наши перебегают через половину поля, забивают гол. О, нападающий, молодец, вратарь отличный, тренер вообще огонь. Но если только чуть-чуть на нас начинают как-то, вратарь дырка, тренер расписать, нападающий без ноги. Я договорю, Игорь Сергеевич, я договорю. Вот мне кажется, что это огромная ошибка, когда люди относятся к военным событиям как к футбольному матчу. Я за много, сколько, 16 лет уже в профессии получил одно важное умение. Вовремя завалить хлебало своих эмоций. Вот это умение, оно сейчас нам всем очень нужно, на мой взгляд. Можно ответить?